Благоустройство территории, отлов бездомных животных, прививочная кампания и планы по капитальным ремонтам жилого фонда и объектов социальной сферы в 2022 году. Эти темы сегодня стали ключевыми на еженедельном аппаратном совещании в администрации. Видеоконференция началась с отчетов глав городов и поселков Большого Харциска о работе, проделанной за минувшую трудовую неделю. По традиции в свои доклады участники аппаратного совещания включили актуальные вопросы о ходе отопительного сезона, о благоустройстве территории и вывозе ТБО. За декущий отчетный перевод вывезено 240 кубических метров мусора от населения. Ежедневно ведется силами 21-го дворника уборка закрепленной территории от двух коммунальных предприятий. 7 февраля мы выводили технику на очистку и посыпку автодоров. В остальном техника работы как дежурного режима. Также за прошедший период было выдано 3 предписания и предупреждения об устранении антисанитарного состояния. Административных протоколов не составлялось. В последнее время увеличилось количество обращений граждан в администрацию города по поводу агрессивных бездомных животных. Сообщение о том, что бродячие собаки, которые еще с приходом холодов начали сбиваться в стаи, пугают, а порой и кусают. Харцезиан стали регулярно появляться в местных пабликах. Рад своих полномочий Управление жилищно-коммунального хозяйства заключает договора на одно, вакцинацию, стерилизацию и выпуск на прежнее место обитания с предприятием Донецкий городской приют для животных. В прошлом году мы освоили 150 тысяч, отговорили 83 особи. В этом году у нас договор в стадии заключения. Была задержка по причине болезни сотрудников приюта. Но по информации вчера мы получили, что сегодня-завтра они подтвердят нам на электронной площадке согласие заключить контракт. Сегодня-завтра мы подтвердим контракт и на этой неделе они будут осуществлять отлов по городу Харцезу. Ирина Дудко напомнила, что заявку на отлов бродячих собак харцезяне могут оформить на первом этаже городадминистрации. Наш сотрудник всегда уезжает с представителями этого предприятия. Выезжают они в основном два раза в месяц. У них карабинный промежуток 14 дней. Они осуществляют отлов. Через 14 дней приезжают выпускают этих собак и осуществляют отлов много. Адреса у нас все зафиксированы. Мы ведем реестр адресов. Узнали по этому поводу сотрудничали защитники животных ШАМС. Они вот волонтеры оказывали содействие, чтобы этих животных отловить. Поэтому, думаю, вам стоит с ними связаться. Они, думаю, придут нам на помощь в этом плане. Говорили сегодня на совещании и о реализации мероприятий по повышению эксплуатационных характеристик систем и объектов ЖКХ. По мероприятию на 22-й год, положительное заключение по лучшим объектам, это 6 октября 2019, когда у нас был рекомендован в трубе право закопления, и также положительное экспертное заключение у нас есть на ремонт фасада, что-то тут холма сочетнили. И также на объектах восстановления социальной сферы, это объектальный ремонт здания в статусе на пункте Саверин, и там же это строительство линейного объекта ЛЭП от ТП на здание на пункте Саверин. На совещании было отмечено, что в городах и поселках Большого Харциска не останавливается прививочная кампания. 14 числа была проведена вакцинация населения, провакцинировали 115 человек. Продолжаем запись населения на вакцинацию, люди сейчас к нам подходят, продолжают записываться. Завершилось аппаратное совещание докладом об оперативной обстановке в городе. За минувшую неделю в городе полиции поступило 129 обращений граждан, из них 4 о совершении преступлений. Одно раскрыто по горячим следам. 21 человек был задержан, 13 из них за нарушение комендантского часа.